Конкурс по кормите птиц в рамках одноименного ежегодного всероссийского проекта Союза охраны птиц России продолжается. В оргкомитет уже поступило сотня заявок. Детский сад номер 3 претендует на победу в номинации птичьи городки. На его территории уже размещены два десятка кормушек. Мы каждый год с детьми делаем кормушки, вместе с родителями, причем и старшие, и младшие, детишки, если в семье есть. А в этом году у нас прошел очень большой проект в октябре месяце и про птицы, про животных, помоги ближнему. Поэтому дети так откликнулись, и они очень хорошо восприняли это все, сделали, нам принесли. А потом как-то нечаянно узнали, что есть такой конкурс. Был объявлен в Иваново на конкурс кормушек и птичьих городок. Мы решили просто поучаствовать. В центре двора дошкольного учреждения есть даже дерево дружбы, украшенное искусственными птицами. Его воспитанники сада создавали вместе с родителями. Кормушки на территории сада самые разные, чаще всего сделаны из подручных материалов. Они бывают деревянные, и из бумаги, и из картонки. И еще пластмассовые. И железы. Кормушки в детском саду номер 83 не пустуют. Ежедневно ребята вместе с воспитателями подсыпают семена подсолнечника, хлебные крошки и проса. Пернатые детей остерегаются и прилетают только когда на улице стихают детские голоса. Организаторы конкурса по кормите птиц уверены, у дошкольного учреждения есть все шансы войти в число победителей. Очень красиво оформлены и сами кормушки, и грамотно размещены они на территории садика. Они не на одном дереве, не рядом с друг другом, не рядом с помещением, а по всей территории равномерно рассредоточены. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 марта в центре внешкольной работы номер 2 на улице Швандиной. Наименьшая конкуренция пока в номинации «Птичьи городки». Активнее всего ребята делают традиционные кормушки и съедобные эко-кормушки, а также пишут птичьи истории. Самое главное, надо помнить, что однажды, начав подкармливать птиц, делать это нужно на протяжении всей зимы. Пернатые быстро привыкают к определенному месту и могут погибнуть без еды. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.